Если в России многие регионы живут в грязи, то это означает, что на временно оккупированных территориях мы сейчас можем наблюдать практически ту же ситуацию. Причем, если есть машины, которые могут убирать мусор, нет людей, которые могут работать на этих автомобилях. Ситуация крайне тяжелая. Подробнее об этом будем говорить сейчас с Татьяной Ивановой, юристом, членом, экс-членом украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, которая к нашему эфиру присоединяется. Татьяна, рада приветствовать. Здравствуйте. Татьяна, вот первый вопрос. Зачем нужно превращать оккупированные территории в свалку? Ведь мусор – это большой бизнес, как в мире всем известно. Ведь Россия могла бы сама на этом зарабатывать, но нет. В свалку превращается Донбасс. Вопрос интересный. Ответа на вопрос «зачем?» нет. Потому что там никто не ставит цели, а что они делают, а зачем они делают, а какой они конечный результат. хотят получить. Они там много раз меняют уже цель, почему у них СВО началось, так точно они меняют цели. Все, чем они занимаются. А вот то, что они превратили Донецк, Донбасс даже, не Донецк, а Донбасс, в большую-большую свалку, это действительно факт. И это большая беда для нас, украинцев, потому что Донбасс и город Донецк был миллион алых роз. И мы помним Донецк городом очень чистым, который убирался всё время. И я даже помню, в 2014 году, когда мы выехали из Донецка и держали связь с теми, кто там остался, так вот, как гордость, они говорили, что ну да, плохо, ну да, проблемы есть, но зато у нас очень чисто. А чисто было даже ещё и потому, что тех людей, которых они брали в заложники, которых брали в плен, они заставляли бесплатно работать на уборке улиц. И в Донецке действительно в 2014-2015 году было чисто. Но прошло время, некого уже заставлять бесплатно убирать улицы, потому что большая часть населения выехала. Те, кто не выехали, насильно мобилизовали и заставили воевать против Украины. А убирать улицы теперь некому. И кроме того, что их некому убирать, ещё же некому водить транспорт, который вывозит мусор. Потому что мужского населения практически не осталось, даже в коммунальной сфере. Женщины, которые умели водить большой грузовой транспорт, либо общественный транспорт, их посадили на троллейбусы, трамваи, чтобы хоть как-то ходил общественный транспорт. А вот на грузовиках, которые вывозят мусор, работать теперь некому. Потому что мужского населения, которое бы могло закрыть эту проблему, в Донбассе не осталось. Либо люди прячутся, чтобы их не забрали воевать против Украины, либо они уже в каких-то вооружённых таких бандформированиях, либо в армии агрессора Российской Федерации, либо они уже выехали. И поэтому Донбасс действительно сейчас завален весь мусором. Но тут ещё и сказывается российский менталитет. Потому что это ж украинцы, народ очень чистоплотный. Мы привыкли к тому, что у нас должен быть порядок, начиная от своего письменного стола, кровати, квартиры и заканчивая чистыми нашими улицами. У россиян совершенно другой уклад жизни. У них как грязно в большей части в домах, так же грязно и на улицах. Я не говорю сейчас про всех россиян, я говорю в общей массе. Но для них это не проблема. Ну подумаешь, на улицах там завалено. Вот это они принесли, к сожалению, в наши украинские города. И наши украинские города не просто сейчас завалены мусором, а от этого страшная антисанитария. Это большое количество крыс. Это большое количество всякой живности, которая разводится на этих полигонах. И дальше заразу, которая на них... Это не полигоны даже, это стихийные свалки мусора. И дальше заразу от этих стихийных свалок несут и тараканы, и какие-то мухи, комары, и все на свете. Поэтому там с этим сейчас тяжело. К сожалению, как бы нам больно не было признавать, что наши украинские города в таком состоянии, это факт, который мы должны признать, и это принесли туда агрессоры. Татьяна, раз уж о мусоре заговорили, можем в рамках этой же темы поговорить и о российских паспортах, которые силой раздают на временно оккупированных территориях. Если изначально, когда началась эта принудительная паспортизация, то на нее согласились считанные проценты местных жителей временно оккупированных городов и населенных пунктов, то дальше в отношении этих людей были применены репрессии. На данном этапе что происходит с этим процессом на временно оккупированных территориях? И что происходит в отношении, или как себя ведут оккупационные власти в отношении тех украинцев, которые отказываются брать российский паспорт? Никто не изменилось на данный момент, репрессии продолжаются. Паспорта всех, кого уже могли заставить и обязать получить, а это в основном бюджетные организации, это тех, кого на улице успели поймать, их уже обязали и они получили, а те, кто еще как-то мог уклоняться от этого получения, они продолжают уклоняться. Таких людей осталось, к сожалению, не так много, но они есть. Их достаточное количество, и они понимают, что если они получат паспорт, особенно мужское население, то следующий шаг – это в руки оружия идти воевать, и поэтому они продолжают уклоняться. Жить без паспорта там практически уже невозможно, если до этого еще можно было как-то там и машину водить, и какие-то услуги получить, сейчас это практически невозможно. Поэтому у людей, которые не получили паспорт, проблемы все больше и больше. Я думаю, какой-то срок у них есть небольшой, может быть, до Нового года, и непонятно, как дальше они на этой территории смогут ли они вообще продолжать жить на этой территории. Но, к сожалению, многие из тех, кто не получили паспорта, они не могут и выехать, потому что они не пройдут верификацию, и люди этого боятся, и они не понимают, как им там дальше быть. Ну, либо же эти люди получат статус иностранцев и будут работать на таких условиях, на которых им предложат, а это будут условия, скажем так, невыносимые. Скажите, пожалуйста, что происходит с уровнем бедности? Ведь одно дело выжить в большом городе, а другое дело – это маленькие городки, это села на оккупированном Донбассе. Кто-то думает о людях, о стариках, которые остались? Что происходит там? Ну, вот смотрите, старики большей частью как раз российские паспорта и получили, потому что от этого зависит их пенсия. Украинскую пенсию они сейчас получать не могут на той территории, и у них нет средств к существованию, единственное, им получить российский паспорт для того, чтобы получать пенсию. Поэтому они более-менее финансово хоть как-то, эта пенсия не такая большая, но они хоть как-то обеспечены. А вот те, кто не имеет пенсии, они практически не обеспечены сейчас материально, финансово, потому что без российского паспорта на работу устроиться они уже не могут. Там запрещено сейчас законодательно принимать на работу, если нет российского паспорта. Если ты работаешь неофициально, у работодателя тоже могут быть большие проблемы, и работодатели боятся этого, понимая, что государство, которое туда пришло, оно репрессивное, поэтому там с этим проблемы. Что касается, это финансовое, что касается сферы услуг, люди жалуются на продукты питания и на их качество, говорят, что оно просто отвратительное, и на обеспечение продуктами питания не все там есть уже, и это тянется уже больше года, когда есть дефицит уже по некоторым и продуктам питания, и средствам гигиены, и другим товарам обеспечения. Есть большие проблемы с лекарственными препаратами, многих препаратов нет, на качество российских они жалуются, кроме российских других там купить практически невозможно, не иностранных, а тем более украинских, говорят, что в аптеках, где были остатки каких-то украинских препаратов, ну вот там не были, за них переплачивали большие деньги, и стояли очереди, и договаривались даже с руководителями аптек, чтобы как-то разобрать вот те украинские препараты, которые оставались в аптеках. Сейчас их взять уже практически негде там. Такая же точная проблема и сфера услуг, и все, что касается ремонта. Невозможно поремонтировать ни бытовую технику, ни какие-то коммунальные вещи, которые в доме. Если проблема с канализацией, с водопроводом, с отопительной системой, с этим большая проблема, это практически некому делать, потому что все те, кто мог это сделать, уже тоже либо выехали, либо мобилизированы. Ну вот, очень-очень много проблем. Это маленькая часть проблем, которые я перечислила. Большая проблема с тем, чтобы поправить здоровье и полечиться, потому что больницы забиты ранеными российскими военными, и туда практически не принимают. Вот в селах невозможно добраться до медицинских учреждений, потому что нет транспорта, который бы туда привез. И сел не ходят никакие ни автобусы, ни маршрут, любой другой транспорт. И если были села, где раньше автобусов не было, но хотя бы работала железнодорожная ветка, и люди могли электричками добраться. Сейчас с железной дорогой большая проблема, потому что она не работает. У людей проблем настолько много, что их можно перечислять, то есть сейчас нам передачи не хватит. Да, тем временем появилась информация, согласно которой в Росгвардии, очередном подразделении российских оккупантов, определились, как поступать с бывшими вагнеровцами. Они-то как раз частично примкнули к этой Росгвардии, и, судя по всему, их будут отправлять конкретно на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Что вам об этом известно? Ну, я знаю только то, что средства массовой информации, что действительно планируют на Донбасс, в наши областя, в Луганскую и Донецку, отправлять вагнеровцев. Я думаю, ничего нового в этом нет, потому что население Донбасса уже видело в лицо всех этих людей, вагнеровцев, люди знают, что от них ждать, люди понимают, насколько это серьезная, большая агрессия. Я тут недавно общалась с человеком, который выехал из Бердянска после 24 февраля. Но он не сразу выехал, он какое-то время побыл там в оккупации, потом выбирался. Так вот он рассказывает, что ему непонятно, почему, например, в Херсоне и в Бердянске, когда туда зашли и взяли в оккупацию, Россия зашла и взяли в оккупацию эти территории, они могли подойти к людям, вот, говорит, мы могли, мужчины, подойти к мужчинам этим российским и в лицо им говорить, зачем вы сюда приехали, вас тут никто не ждал, что вы тут хотите, это наша земля. А в тех же селах, которые прямо под Бердянском и которые в Донбассе, где живут родственники, это сделать было нельзя, потому что это была не только угроза здоровью, это была угроза жизни, тебя сразу могли расстрелять. Если даже сразу не расстреляют, то ты будешь очень сильно избит, у тебя будут поломаны ребра, там выбиты зубы, тебя куда-нибудь бросят в подвал и непонятно, чем дальше закончится. И я ему говорю, что тут все как раз объяснимо, потому что в Херсон и в Бердянск заходили российские военные, а в села заходили вагнеровцы и кадыровцы. И вагнеровцы и кадыровцы себя вели совершенно по-другому, не так, как российские военные. Я не могу сказать, что есть там какая-то честь у российских военных, но разница между кадыровцами и вагнеровцами и военными все равно существует. Поэтому жители Донбасса знают, насколько агрессивны эти люди, жители знают, что от них ждать. И я думаю... Прервалась связь, но по сути мы услышали ответ Татьяны Ивановой, юрист и экс-члена украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Благодарим мы Татьяну за участие в нашем эфире и за ответы на наши вопросы. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем ютуб-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова